Добрый день, уважаемые друзья и коллеги! Мы начинаем очередной обзор уже 11-го аукциона, который пройдет с 4 по 10 марта в праздничную неделю. Пользуясь случаем, поздравим всех женщин, наших мам, наших жен, наших дочерей и вообще всех! С вашим днем, с вашим праздником! Мы, понятное дело, всегда стараемся исключительно для вас и только для вас. Не для себя же мы все это делаем. И аукционы готовим, и зарабатываем все это, стараемся изо всех сил. Так что огромного вам счастья, красоты, весны поздравляю! А мы начнем наш обзор. И начнем мы с такой замечательной картины, которая сразу же привлекает внимание всех. Да? Не слышу! Или, как говорят в таких случаях со сцены, не вижу вашей руки. Да, вот это лучше! Лучше! Вот! Да! Перед нами Лавинский. Большая редкость на аукционах. Тем более такой размер, холст, масло. Просто классика. Шкура барана. Ух, как только занесли ее в наше выставочное пространство, это перетянуло на себя сразу все взгляды, все внимание. Шикарная вещь, мощная, энергетически заряженная. И с загадками, как мы любим. На шкуре барана написаны стихи и не абы кого, а самого Хлебникова. Про Хлебникова я прочитаю. То, что у меня заготовлено, сам я это придумать не могу. Итак, Велимир Хлебников, поэт русского авангарда. Да, это русский авангард. Мы-то любим с вами авангарды. Будет Лянин, председатель земного шара, автор заумных стихов. О, да! О, да! Я попытался расшифровать, что написано на шкуре, и не смог. И дай бог будущему владельцу будет чем заняться в этом смысле. После этой попытки я почитал стихи Хлебникова. И это тоже еще та история. Мягко говоря, непростые. Непростые. Но занятные. Время потрачено было не зря. Точно. Итак. Бывший орнитолог, открывший новый вид кукушки. Супер! Нам только, наверное, особенным образом считает дни и годы, сколько нам осталось. Председатель земного шара открыл новый вид кукушки. Он стал одним из самых известных русских поэтов. Текст проглядывает на холсте Плавинского. Да, именно здесь. Именно проглядывает. Там непросто. Недаром стихи названы заумными. Но будущий владелец будет с этим разбираться. Итак. Плавинский сам по себе. Будь здоров. Шкура барана в этом смысле шикарная. И загадочный текст, который еле просвечивает. И над которым надо крепко поработать. Отличный лот. В праздничную неделю будет нам чем всем заняться. Следующий лот, мимо которого не пройти, не проехать, не обратить внимание, невозможно. Вадимир Немухин. Один из наших любимейших художников. Я имел счастье быть с ним знакомым. Сейчас про это расскажу. Ну, шедевр. Очередной, хотел сказать. Очередных шедевров не бывает. Шедевр сам по себе, без разговоров. Размер. Год 90-й. Называется отель. Своеобразная композиция, решение. Очень все хорошо. И это не все. Посмотрим, как мы любим книжечки. И мы в очередной каждый раз это советуем. Что надо делать обязательно и начинающему коллекционеру, и любителю, и вообще всем культурным людям. Это читать книги, изучать историю всего этого дела. Это увлекательнейшая вещь, без которой не обойтись. Это ходить на выставки. Это насматривать, насматривать, насматривать. Читать, изучать, погружаться. И будет нам с вами счастье. Шикарно. И для здоровья хорошо. Так вот. Картина наша с вами опубликована. В книге. Живопись, графика, скульптура, фарфор, Владимир Немухин. Минография. Причем, здесь это сделано при жизни автора. Не без нашего участия. Имели к этому тоже счастье быть причастными немножко. Это лучшие картины, которые, считал художник, у него были за все его время. То есть, среди лучших картин есть вот это. И это, в общем, правильно. Действительно так. Шикарная вещь. Отличного года. Супер. И здесь больше не убавить, не прибавить. Если кому-то было в коллекцию необходим что-то из произведений, из картин Немухина, ну, будь здоров. Просто вот. Я поздравляю и от души завидую заранее тому, кто приобретет эту вещь. Очень хорошая. Очень. Следующий лот нашего аукциона, без которого невозможен этот обзор. Вечтомов. Сразу покажу. Экспертиза. Все проверено. Все изучено. И это всегда очень важно. Так же, как я говорил в предыдущей работе публикации, где бы то ни было. Всегда супер, когда она есть. Экспертиза всегда супер, когда есть. Все такое. То есть, внимательно к этому ко всему относитесь. Вечтомов. Ну, здесь что сказать сходу? Небесной красоты картина. Причем в прямом и в переносном смысле. В синих тонах, что редко для Вечтомов. Обычно мы привыкли, что он такой красный, малиновый. А здесь вау. Настоящий лунный пейзаж. Настоящая какая-то марсианская лунная поверхность. Просто классический Вечтомов в синем-голубом лунном свете. Причем, это сразу первое, что бросается в глаза, глядя на эту картину, ну, Куинджи. Светящиеся краски и все такое. Это когда Куинджи обвиняли в том, что он придумал что-то, схимичил в своих красках, которые светились, там, фосфор, что-то в этом духе. Ничего подобного. Это вот цвета тень, цвета передачи. Вот примерно такое же решение. Никакой химии и никакой алхимии. А эффект «Будь здоров». Еще одна вещь, про которую обязательно надо сказать, когда мы говорим об этой картине. Из чего собрание она происходит? Важно. А происходит она из собрания Владимира Немухина, про которого мы только что с вами говорили. Надо отметить, что среди художников существует такая, ну, нам нужно назвать практикой, да? Когда они друг другу дарят картины, обмениваются, дружат как семьями, так и друг с другом, ездят друг к другу в гости и так далее. У Владимира Немухина я был дома, в гостях, имел такое счастье, говорил на предыдущей картине об этом. И я видел того качества картины, которые висят у него на стенах, висели дома. Причем это были не его картины. Его стояли там в специальной комнатке, переоборудованной под мастерскую. А на стенах висели вот картины его друзей. Причем понятно, что дарят не худшие, а наоборот лучшие картины друг другу. А уж тем более художнику, а уж тем более такому уровню, как Немухин, подарить ерунду нельзя. Поэтому все, что у него висело, это было просто супер. Супер. Когда приходишь домой и ходишь по стенам, изучаешь, и только вау, вау, восхищаешься. Вот это картина из того же ряда. Когда, глядя на нее, сразу же, ааа, какая вещь, какая вещь. Поэтому великолепно. Нас очень часто спрашивают, а где вы берете такие картины? И где мы их не берем? Люди несут. К людям надо относиться хорошо. И люди к тебе будут относиться с душой. И с такими картинами. Поздравляю того, кто ее приобретел. Следующий лодок, о котором надо обязательно поговорить и рассказать. Это Эрнст Неизвестный. Скульптура. Пляшущий или танцующий мужчина. Небольшая эстетская, очень выразительная, очень энергичная, очень заряженная такая, изнутри распирающая энергия этого человека. Причем про Эрнста Неизвестного мы с вами говорили. Фронтовик в 17 лет получил смертельное ранение, считался убитым и посмертно награжден орденом. Представляете? И после этого на самом деле выжил и начал вот такую творческую судьбу. И во многих его произведениях вот эта вот внутренняя энергия, которая в нем оказалась настолько сильна, что посчитав его убитым, он воскрес и остался с нами на тот момент. Это, конечно, все передано здесь. Все передано. Итак, танцующий, пляшущий мужчина, скульптура, Эрнст Неизвестный. Но! Если вы, дорогие участники, зарегистрируетесь прямо сейчас, то к этой фигуре, в эту же цену, мы вам предложим вместе с ней рисунок Эрнста Неизвестного. А? Предложение? А если вы прямо ставки начнете делать, то мы вам добавим еще один рисунок в этот же лот за эти же деньги. А? Предложение? Нельзя отказаться. А если вы купите, то мы к этому комплекту добавим еще два рисунка Эрнста Неизвестного. Итого вы получаете четыре предмета, без которых просто невозможно обойтись в вашей коллекции за одни и те же день по цене скульптуры. Супер! Это в честь праздника мы делаем. Праздничная неделя. Есть чем порадовать и себя, и своих дорогих жен, дочерей, мам, и любимых женщин. Удачи! Следующий лот, о которых мы поговорим, а вернее два лота, потому что стоит две картины, и вы, наверное, по предыдущему нашему юморному сюжету можете подумать, что еще один комплект, тем более, что это два Васильевых. Нет. Мы специально в этот раз поставили две картины, двух Васильевых, двух разных Васильевых, потому что их очень часто путают. Это два разных художника. Один Васильев Мон, второй просто Васильев Юрий Анатольевич. Про картины сейчас поговорим отдельно. То есть это две разные картины, как мы видим с вами. Это два разных художника и два разных лота. Про обоих есть что рассказать. Начну с Васильева Юрия Анатольевича. Картина называется «Студия на Таганке». Ну, кроме того, что его часто путают с другим Васильевым, Моном, а жаль. Автор картины «Студия на Таганке» – участие к студии «Новой реальность» Элия Белютина. Ну, да, абстрактная живопись. И тут несколько важных моментов, на которые я сейчас хочу обратить Ваше внимание. Это именно их группа устроила знаменитую скандальную Таганскую выставку, после которой студийцев пригласили на выставку в Манеже 62-го года. А чем знаменита выставка в Манеже 62-го года? Тем, что Хрущев на ней раскритиковал тамошних участников. Это вот одна из таких эпохальных страниц в истории живописи. Это вот как раз Манеж 62-го, которую мы с вами все знаем, ценим, после которой все эти художники стали известны на весь мир. Там бульдозерная выставка, Манеж и припираловка между тогдашним главой государства и какими-то художниками, совершенно бесправными в той системе координат. Итак, вот эта студия на Таганке предшествовала. Представляете, какое пересечение идет судеб художественных, смысловых, вообще всяких. Через 28 лет после Манежа 62 именно эта работа снова участвовала в выставке в Манеже, посвященной студии новой реальности. Представляете? Картина ого-го, совсем непростая. Совсем непростая. Это первый, Васильев Юрий Анатольевич, про которого мы с вами рассказали. Второй, Васильев Мон, подсолнухи, 1955 год. Ну, казалось бы, что еще можно добавить после того, что я добавил? Президент, 62-й год, выставка, Манеж и так далее. А нет, это тот самый художник Васильев Мон, которому Булат Акуджао посвятил знаменитую песню «Живописцы, окуните ваши кисти». Как пересекаются великие люди между собой. Да, 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 вот эта знаменитая песня «Живописцы, окуните ваши кисти» – это вот этому художнику, Васильеву Мону. Красота. Который звучит в фильме «Покровские ворота». Ну, это понятно, да, фильм всем нам с вами любим, знаком. Мон первый театральным художником, работал с любимым в театре на Таганке. Что здесь добавишь? Любимым в театре на Таганке. Да, пересекается с Таганской студией, и тем не менее. Это другая история. Мон был, да, театральным художником. Он был постановщиком спектакля «Пугачев», где Высоцкий играл хлопушу. И в 1980 году именно его попросили снять посмертную маску Высоцкого. Представляете? Представляете? Вот этот художник сделал посмертную маску великого Высоцкого, о котором мы тоже говорили. Вот судьбы, вот истории. Это вот ровно то, что мы с вами даже слово «любим-то» не могу сказать. А вот это нас с вами интересует. Ради этого мы начинаем изучать всю эту живопись. Как я уже говорил в каком-то из своих репутатов, не просто картиночка красивая. Это, да, и картины красивые, и энергичные, все хорошо. Но еще и историческая история, это какая за ними за всеми, историческая история, да, извините за эту тавтологию. Какая моща-то за ними за всеми стоит. Одно удовольствие в это погружаться, это изучать, это знать. Вот она, наша культура и наша история. Вот она. И патриотизм, между прочим, вот ровно в этом, в знаниях вот этих вот событий. И мы имеем к этому отношение с вами. Да, посредством аукциона, да, посредством приобретения в свою коллекцию. И с сохранением памяти об этом, обо всем. Так что, две картины, два лота. Васильев Мон и Васильев из студии на Таганке. К вашему вниманию. Следующий лот, на который мы хотим обязательно обратить наше внимание, перед нами. И многие, посмотрев сейчас на эту картину, у меня спросят, а что здесь особенного? Ну, очередная абстракция какая-то. Мало ли мы их повидали. Много. А уж тем более, с такими столпами, как там какой-нибудь Кандинский, Малевич. И сюда поближе есть кому. И тем не менее, вот каждый раз есть что рассказать. И про картину, и про художника. Перед нами никто иной, как Юрлов Валерий Иванович. Композиция. Очень редкий гость на аукционах. Очень редкий. Чем знаменит. И что про него можно сказать после такого вступления, как вот я только что начал, да, назвав такие великие фамилии. Тем не менее, тем не менее. Валерий Юрлов, шестидесятник, один из главных беспредметников в неофициальном искусстве, разработал собственную азбуку геометрических форм и концепции пары форм. Поэтому доведу до конца этот текст, а потом поясню. Идея пары форм состоит в изображении двух состояний объекта. О! Прямо как теорема, да, которую мы с вами доказываем. Но запоминаем эти фразы. Два состояния объекта изображаются на картине. Первоначального и подвергшегося воздействию времени или внешней среды. Но прямо поэзия Хлебникова. Черт его знает, о чем здесь написано. Тем не менее, написано это как раз очень доходчиво и грамотно. Поясню. Возьмем яблоко. И после этого подвергнем его воздействию внешней среды откусанное яблоко. Вот вам пара форм. О чем идет речь в картинах Юрлова. Ровно об этом. Есть ли это в этой картине? Мы не разобрались. Возможно и есть. Это одна из тех загадок, которые мы предлагаем подумать будущему владельцу. На такие картины хочется смотреть, разглядывать, гулять взглядом по вот этим непонятным фигурам, геометриям. Это все никогда не надоест. Но так не бывает. Никогда не говори никогда. Но это из разряда тех картин, которые ты будешь смотреть. Как вот и большинство перечисленных перед этим. Тут есть где разгуляться взгляду. При всей лаконичности форм это на самом деле очень такая среда, которая глазом хорошо считывается. Картины вешаешь и любуешься из тех самых случаев. Итак, Юрлов. Композиция. Ну и собственно все, что я хотел по этому поводу сказать. Важный художник, интересный художник. Интересная картина с загадкой внутри, которую стоит поискать будущему владельцу. Завершим наш обзор веселой картиной художника Александра Савко. Не такая простая картина, как кажется на первый взгляд. Совсем не простая. Хотя казалось бы. Что мы здесь видим? Ну, Том и Джерри, известный мультик, да? Какие-то мыши в каких-то накидках. Бессмыслица? Нет. Все настолько глубоко, что вы даже себе не представляете. Еще раз подчеркиваю. Надо разбираться в картинах. Надо в них вникать. Надо искать и находить, и понимать, главное, смыслы, которые у них заложены. Александр Савко, такой пересмешник, будь здоров. По нему, кстати, не скажешь, когда он приходит, такой серьезный мужчина, а способен на такие глубокие вещи. В таких легких, так сказать, изящных, я бы даже сказал, красках и тонах. Интересно. Итак, картина называется «Мурка перед Ариопагом». Сразу первый вопрос. А что такое Ариопаг? Это суд. И мы об этом сейчас подробно поговорим. Это суд в Древней Греции, а конкретно в Древних Афинах. Что из себя представляет эта картина на первый поверхностный взгляд? Это полемпсест. И второе странное слово, которое означает авторское переосмысление. Известные картины... Итак, это авторское переосмысление известной картины «Фрина перед Ариопагом». «Фрина». Имя древнегреческой торговки. Итак. Французский художник Жан-Леон-Жером нарисовал нам с вами известную легенду. Вернее, не написал, а изобразил сцену из известной то ли легенды, то ли истории. Скорее всего, истории. Про Фрину. Фрина была бедной торговкой в Древних Афинах. Но потом стала гетерой. Ну, так получилось. И сказочно разбогатела. Вау! А кто бы не стал гетерой, чтобы сказочно разбогатеть, скажут мне некоторые. Нет, не все. Но Фрина такая. Да, вот она стала. И все было у нее хорошо. Пока, по одной из версий, ее чуть было не сгубил длинный язык. А-а-а. Да, язык мой, враг мой. Считается, что как-то она неосторожно сказала, что по своей красоте могла бы соперничать с самой богиней любви Афродитой. А кто, кстати, читал древние все вот эти мифы, если кто читал, но мы-то люди культурные читали, тот заметил, что там столько жестокости, чтобы быть здоров. Чуть что не так, сразу какие-то жуткие смертельные козни и казни. В том числе и дреческие боги не спускали таких вещей. Не спустил и Афродит. Ее выдали. Вау, в Древней Греции кого-то выдавали. Да, да, предали, выдали. И вызвали на суд тот самый Ариопак. Какое у нас отношение к суду? Ну, сейчас как-то по-разному. По-разному. А тогда вызвали на суд. Там, по легенде, в качестве доказательства, ее слов адвокат сорвал с Фрины накидку, и Гетера предстала перед судьями во всей своей красоте. И была оправдана, потому что судьи не нашли лжи в ее словах о собственной красоте. Древний греческий суд, он же Ариопак, оказался не просто справедливым, но и честным. Разобрались, вникли, и, несмотря на небожителей, постановили, что так оно и есть. Что мы видим здесь у совков? То есть, вот эти мышки, которые с ужасом закатывают глаза и закрывают роты, все остальное, в накидках – это судьи. Опа! Опа! А картиночка-то непростая при всей своей вилсевости. Что они решат, мы не знаем. Что решат эти мыши на этой картине, мы не знаем. Надеемся, что оправдают, как в тех самых древних Афинах. Подойдут честно, справедливо и по закону. И, несмотря ни на каких небожителей, оправдают, если разберутся. Александр Савко. Вот вам и ха-ха. На этом мы заканчиваем наш обзор. С праздником вас, дорогие друзья! Желаем хорошо отдохнуть и приобрести эти замечательные картины. Арктиночка-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова